Всем привет! С вами я, давно доевший Леонид, вместе с Мурчиком. Итак, сегодня делаю одно из упражнений, которые я себе пока что могу позволить. После двух коронавирусов, довольно-таки тяжелых и долгого отходняка после них, прошло после второго полгода, я еще не восстановился, но понемножку, понемножку пробую. Я несколько раз пробовал бегать, но чуть стал холоднее воздух, и все, стоит мне побегать. Все, у меня насморк, у меня куча проблем, и лучше бы я не бегал. Итак, что я могу себе позволить, это бёрпи. Так, значит, бёрпи, упражнение давно известное, упал, отжался, вот, и подпрыгнул. Так, используется для замучивания солдат в армии, вот, и... В целом, ничего в нём сложного нет. Так, значит, можно на кулачках, можно так, там всё, тоже вранил, и подпрыгнули. Раньше я его мог делать со скоростью 8, 9, 10, до 12 даже пытался за 2 минуты. Но это, правда, с недолгими повторами. Вот, так, помощники идут. Вот, ну, сейчас я себе такого не могу позволить. Здоровье не позволяет, но по чуть-чуть, по чуть-чуть пробую. По чуть-чуть всё же пробую восстанавливаться и что-то делать. Значит, я сейчас могу себе позволить делать, чтобы долго проделать, чтобы был какой-то такой эффект и на восстановление, и на функционал, и для того, чтобы я мог больше проделать и вес сгонять. Потому что я тогда был похудел за неделю на 9 килограмм от ковида. Но потом по чуть-чуть, по чуть-чуть стал опять набирать. Если бы набиралось с этим силы и здоровье, то неплохо, но, увы, только вес набирается. Понемножку этот жирок надо сгонять. Я сейчас в процессе занятий буду, конечно, раздеваться, потеть и всё такое. Вот, ну, начинаю. Я себе ставлю рядом на компьютере таймер, вот, который мне будет пиликать. Вот, и каждые 2 минуты я не спеша, так, потому что дышка, астма же ещё у меня до полного счастья. Не спеша. Делаем 5 бёрпи, передышка. Через 2 минуты от начала первых опять 5 бёрпи, передышка. И так я планирую сделать 200 штук. Ну, посмотрим, получится или нет. Вот, 200 штук планируется. Сейчас ставлю таймер, и вперёд. Такс. Хорош! Хорош! Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот так, помаленько, помалёхонько, не спеша Как вспомню, как раньше делал, с какой скоростью Вот и 250-280 перпи делал, с большей скоростью По-моему, 8 за 2 минуты я делал То, конечно, жалко становится, что я такой дохлый Но, увы, я уже пробовал не раз, так сказать, поднажать Пробежать там хотя бы 8 километров Вот, нет, километров, значит, неа Потом такой наступает упадок сил Потому что очень сильно силы падает, если был такой выраженный ковид Но такой упадок сил у нас достает И сон вместо того, чтобы улучшаться, наоборот, ухудшается Вот, несколько дней тебя всего ломит И начинаются вот эти простудные, как бы Как от перетренированности часто происходят Явления ОРЗ Вот, хотя самого ОРЗ может и не быть А можете прицепиться ОРЗ И причём надолго Почему? Потому что падает иммунитет В общем, пересиливаться никак Но я уже делал эти бёрки Я делал до 150 175 Ну и сейчас хочу сделать 200 Но, опять же, я буду чувствовать Пойдёт, так пойдёт, нет, так нет Итак, я не буду все 80 минут маячить перед вами Я буду эти паузы вырезать Вот, потом каждые, может, 10 бёрпи Будут, так сказать, делать паузу И показывать, в каком я сейчас состоянии Дыхалка и всё остальное Вот, а так Ну, что смотреть на эти мои паузы И сколько, собственно говоря, я буду говорить Это всё займёт более 80 минут Так что дальнейшие паузы я вырезаю Лишь иногда буду делать Вот Перерывы и что-то рассказывать Субтитры добавил DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok Подход DimaTorzok Важно перетерпеть этот момент Просто понимать, что он наступит, перетерпеть И потом пойдет дальше Ничего страшного, не впервой Работаю медленно Не только медленно в плане того, что мало делаю этих упражнений на те две минуты А еще потому, что и само отжимание делаю медленно И приседания у меня подскок-отскок не такой резвый Потому что тут связочка порвана Вокте порвана, здесь Вот, и еще далеко не зажившая Поэтому мне приходится напрягать руку Ну, сейчас сделаю еще подходик Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Из-за этих связок я Раз то на кулачках отжимаюсь То так На кулачках немного хуже на локоть Так мне хуже на вот эту связку циркулярную Вот, нарваю их в свое время Неразумными тренировками арместлингом Ну, ничего Левая рука уже восстановилась Правая еще нет И тренироваться, когда порваны связки Нужно очень специфически Можно тренироваться Можно Чуть-чуть меньше может Порванная сторона нагрузку выдержать Ну, может Но специфическая там тренировка Нужно знать, как преднапрячь сустав И все такое Тогда Это отдельно надо рассказывать Вот, у меня было в прошлый раз Я делаю, я забыл об этом Делаю, делаю, делаю Мне локоть разбаливается, разбаливается Разбаливается Все хуже, хуже Я только половину сделал И тут стоп Я забыл про эту штуку Начал делать И до конца Всего этого Цикла упражнений Все, у меня уже локоть прошел Но забывать нельзя Моешь один-два раза Раз забыть и уже Начинаешь чувствовать свои связочки Ладненько Дальше Снимаю без комментариев И без пауз Еще через 10 Циклов таких Значит Опять сделаю паузу И немножко расскажу Все, я пошел Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал! 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 вот так значит еще 7 подходов в прошлый раз я когда-то делал эти 175 это с неделю назад было мне гораздо тяжелее шли эти последние последние разы сейчас уже легче значит что по чуть-чуть по чуть-чуть организм восстанавливается тут очень важно возникает желание так все следующий раз 250 встреч раз 208 нет стоп помалехонько помалехонько жизнь впереди а если будешь переть то может уже очень быстро оборвать вот значит не спеша может возникнуть быстрое желание делать уже по шесть за две минуты ну черт и так 80 минут а то будет уже полтора часа потом чуть ли не до двух часов ну тоже вот если это будет делаться уже совсем легко тогда переходим это раз пять раз шесть один подход пять другой раз шесть вот потом опять если уже и не 200 допустим или 250 а переходим на 100 сразу там 125 не более потом опять по чуть-чуть наращиваем вот ну что перейдешь на шесть раз и опять захочешь сделать 250 как прошлый раз ты делал по 5 и все сдохнешь очень быстро все надо понемножку да я помню что я раньше делал 8 9 за подход но это было раньше еще до этого и надеюсь дойдет и побольше будет но пока пока очень надо помаленько это хорошо ладно продолжаю когда закончу еще пару слов скажу а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 потому что я третий бы, наверное, уже не перенес, если бы каждый раз я болел все тяжелее, ну то такое, в общем, по чуть-чуть восстанавливаемся, не насилуем себя, вот, всякие там мускулы, там бицепсы, трицепсы подождут, вот, и вам пожелаю того же, так без медицинских препаратов совсем обойтись не получается, в частности для нервной системы я пил Мексикор, для сна, там Кроксен, ну я рассказывал в другом, у меня была трансляция про удаленную, последствия ковида, например, запахи я до сих пор не ощущаю нормально, уже полгода, вот, значит, еще нервная система не восстановилась, зрение периодически падает, плавает, ну, такая болезнь, да, такая болезнь, наши организмы к ней не готовы, оказались, и может уже наши дети, внуки, которые этим будут переболевать или вакцинироваться еще с детства, они уже во взрослом возрасте будут легонько переносить, вот, но пока что даже и молодежь болеет тяжело, вот, сейчас половина в инфекционных отделениях молодежи, ну какой молодежи, до 30 лет половина, и дети одно-двухлетние болеют полным ходом, вот, и так тяжеленько болеют, с температурами, с одышками, со всеми проявлениями, раньше 2-3 дня попчихал ребенок, и все, и дальше бегает, только родители и бабушки с дедушками валяются, а теперь нет, ну, как будет, посмотрим, а насчет восстановления, в домашних условиях, без тренажерных, без фитнес-залов, вот, без выбегания на улицу с вдыханием холодного воздуха, вот, что я на данный момент, вот, не могу делать, чуть надышусь и все, можно вот так вот думать, самое простейшее упражнение, женщины отжимаются с колен, так, не полностью тующие, а на колени опираясь, отжимаются, чтобы легче было, мужчины полностью, вот, темп выбирайте, хоть какой медленный, но чтобы это не было через силу, да, пропотеть надо, но пропотеть не буквально с первых двух раз, так, а пропотеть уже там, проделав треть своих упражнений, тогда уже начинаешь так явно потеть, вот, и доделывать последние подходы надо не так, что ты уже там, вылезающими глазами и трясущимися руками, да, усталость должна быть, иначе не будет вообще никакого эффекта, но, все, по чуть-чуть, так, без пересиливания, все, надеюсь, был чем-то полезен, вот, если есть вопросы какие-то задавайте в комментариях, все, всем пока, с вами был Леонид Котвицкий.